Всем привет! Меня зовут Куликов Станислав, и мы с моим коллегом Константином Чернуха сегодня расскажем вам о технических аспектах интеграции рекламной библиотеки от Яндекс. В ходе нашего выступления мы поговорим о том, как интегрировать нашу библиотеку и убедиться, что все настроено верно. Расскажем вам о том, каким образом наша команда узнает о проблемах, которые возникают у наших партнеров, и решаем эти проблемы интеграции удаленно. А также дадим вам ряд советов и рекомендаций по использованию нашей библиотеки. Для начала хотелось бы сказать несколько слов про наш SDK. Яндекс.Мобайл.Сдк — это продукт, предназначенный для монетизации мобильных приложений. Он использует всю мощь рекламной сети Яндекса, позволяя ежедневно более 10 миллионам пользователей видеть объявления с помощью нашей библиотеки. Предназначена наша библиотека для Android и iOS платформ. Немного про интеграцию нашей библиотеки. В настоящее время мы предоставляем следующие форматы объявлений. Это баннерная реклама, полноэкранные объявления и нативный формат рекламных объявлений. Коротко о каждом. Баннерная реклама — это объявление, которое имеет фиксированный размер, такой как, например, 320 на 50 или 300 на 300. И отображен он обычно сверху либо снизу экрана. Располагается основной контент-приложение таким образом, чтобы он не перегревал баннерную рекламу. За счет этого баннеры генерируют большое количество показов и остаются одним из наиболее популярных и прибыльных форматов объявления. К слову сказать, интеграция баннерной рекламы очень легкая. Как видите на нашем слайде, для загрузки и показа баннерной рекламы необходимо всего лишь несколько строк кода. Полноэкранные объявления — это объявления, которые занимают большую часть экрана или весь экран, гарантируя тем самым высокую конверсию показа из TR. Полноэкранные объявления могут содержать как графический контент, так и видеорекламу. Это делает данное объявление самыми дорогими. Однако нужно помнить, что показывать слишком часто данный формат не стоит. Это может вызвать негативную реакцию у пользователей. Загрузка и показ полноэкранных объявлений, как и в случае с баннерами, очень легок. Как видите, несколько строк кода и полноэкранные объявления уже интегрированы в ваше приложение. Основным преимуществом нативного формата объявлений является его способность органично встраиваться в дизайн приложения. Загрузка нативной рекламы, как правило, не вызывает сложности. Большего внимания требует ее отображение. Для пользователей нашего SDK мы подготовили два способа настройки внешнего оформления нативной рекламы. С помощью шаблона и без использования шаблона. Использование шаблона – это самый простой способ работы с нативной рекламой, поскольку в шаблон уже добавлен набор обязательных и опциональных элементов и настроено их расположение друг относительно друга. Как видите, для отображения нативной рекламы с помощью шаблона требуются всего лишь две строчки кода. Это, конечно, большой плюс данного формата. Однако в случае, если функциональности по настройке шаблона не хватает для того, чтобы ваша реклама органично встраивалась в приложение, разработчик может самостоятельно определить внешний вид данного объявления. Он может использовать те же цвета, размеры шрифтов и формы объектов, которые он использует в основном контенте приложения. Для этого ему необходимо сверстать, во-первых, рекламный блок, определив для каждого из элементов нативного объявления набор view. После этого необходимо предоставить этот набор view нашему SDK. Как видите, это достаточно большой кусок работы, и, к сожалению, иногда разработчики допускают ряд ошибок при интеграции нативной рекламы таким образом. В основном они связаны с тем, что разработчики забывают добавить один из обязательных элементов нативного объявления. На данном слайде представлено объявление, и вы можете видеть обязательные опциональные элементы данного объявления. Обязательные представлены зеленым цветом, опциональные – оранжевым. В нативной рекламе типа openstall, пример которой представлен на слайде, обязательным элементом является иконка. В свою очередь, картинка, как вы видите, является опциональным элементом. О чем это говорит? В случае, если разработчик не предоставил view для отображения картинки в данном типе нативной рекламе, но отобразил все обязательные элементы, данное объявление и отобразится, и показ будет засчитан. Однако в случае нативной рекламы типа content, картинка уже имеет обязательный статус. То есть в данном случае, если разработчик не отобразит картинку, рекламное объявление будет отображено, но показ такого объявления защиты не будет. И, собственно, оплата за показ данного объявления произведена не будет. О том, как узнать, что интеграция рекламного SDK прошла успешно и все настроено верно, нет никаких ошибок, расскажет мой коллега Константин. Всем привет. Как уже показал Станислав на примере нативной рекламы, разработчики периодически допускают ошибки при интеграции нашего SDK. Это не так часто, это довольно редко на самом деле для случаев баннеров и полноэкранной рекламы, но периодически случается для случаев нативной рекламы. Причины бывают разнообразные. Иногда дело в том, что… Ну, дело просто в невнимательности. Иногда дело в том, что разработчики не очень любят читать документацию и что-то не учли. Иногда это какие-то проблемы в коммуникации между менеджерами, которые настраивают блок в партнерском интерфейсе и разработчиками, которые интегрируют в результате эти настройки. Я расскажу, покажу пару примеров ошибок, которые допускают разработчики. Начнем, например, с такой. Тут про несоответствие настроек как раз в партнерском интерфейсе и с кодом приложения. Например, в партнерском интерфейсе настроен баннер, а из приложения пытаются по этому блоку получить полноэкранную рекламу. Конечно же, тут будет ошибка, и уже загрузка объявления завершится с ошибкой. Вторая ошибка похожая. Тут в партнерском интерфейсе настроен баннер размером 300 на 250, который разработчик пытается показать в рекламном месте размером 320 на 50. Когда это объявление придет в приложение, то оно просто не влезет в этот размер, и опять же при загрузке будет ошибка. Пример опять же тот же самый с нативной рекламой про обязательные элементы, обязательные компоненты. В случае, показанном на экране, у объявления, заведенного в директе, есть обязательное поле, дисклеймер, который говорит о том, что необходимо проконсультироваться с врачом, и оно обязательно к показу, но в приложении, в данном примере, дисклеймер просто не показан. В этом случае баннер будет показан, но показ не засчитается. Динамическая монетизация, то, о чем сегодня немножко упоминалось, тут при добавлении монетизатора, например, при добавлении AdMob как монетизатора, и можно не добавить AdMob SDK в ваше приложение, в этом случае будет просто некорректно работать динамическая монетизация. Как же мы с этими проблемами боремся? На самом деле есть два источника, из которых поступают какие-то проблемы. Это служба поддержки нашего SDK, то есть наши партнеры к нам приходят, и у нас автоматизированы мониторинги, то есть мы сами заинтересованы в том, чтобы находить ошибки у наших партнеров, и какие-то вещи мы обнаруживаем сами. В случае, если вы обнаружили ошибку, что вы можете сделать? На самом деле у нас есть много всяких инструментов для вас, есть средства диагностики самого SDK, есть документация, в которой можно посмотреть, например, требования или примеры. Сами примеры. У нас есть публичные приложения на GitHub, где наиболее простым образом показано, как интегрировать тот или иной формат. И служба поддержки. Средства отладки самого SDK. Это, конечно же, первым делом логи. Если что-то пошло не так, то, скорее всего, в логах что-то будет написано. Есть у нас более интересные вещи. Например, для той же самой нативной рекламы, в случае, если чего-то обязательного не показано, то будет показана рамочка вокруг объявления. Но это работает в симуляторах по умолчанию. И восклицательный знак. По нажатию на восклицательный знак можно посмотреть, что же пошло не так. Документации. У нас очень много всего интересного. Можно почитать и найти там описание интеграции, примеры, кучу демо-блоков, которые в различных комбинациях позволяют проверить различные форматы. Там можно почитать требования к отображению. И для разработчиков там есть описание всех классов и методов, которые доступны в нашем SDK. Как я уже говорил, мы сделали очень много публичных примеров. Их более десяти. И есть не только пример для разных форматов рекламы, но и для разных вариантов их отображения, разных комбинаций и так далее. Например, для шаблонов нативной рекламы у нас есть пример с интеграцией его в списке или со статической интеграцией, прилепленным, например, к низу экрана. Есть примеры динамической монетизации тех или иных форматов. В общем, много всего. Ну и если же ничего из всего этого не помогло, не стесняйтесь обращаться в службу поддержки. Сразу можно описать некоторые вещи, такие как версия рекламного SDK, версия апметрики, идентификатор блока, бандл, пакедж, нейм. И описание того, как найти объявление в вашем приложении. И любую другую информацию, которую вы сочтете необходимой, которая может помочь. Но идеальным было бы вообще, если бы вы прислали нам небольшой примерчик с исходным кодом того, как воспроизвести проблему. И нам было бы довольно просто ее отладить. Я уже упоминал, что у нас есть мониторинги. И работает это примерно так. При возникновении какого-то события в нашем SDK, например, показ объявления или клик по объявлению, рекламный SDK отправляет отчет в апметрику и дополняет его некоторым окружением. Например, показ на конкретном идентификаторе блока определенного типа нативной рекламы. Все это попадает в апметрику. Апметрика агрегирует и по определенной логике отправляет отчеты, заботясь, конечно же, о трафике вашего приложения. Тут все оптимизировано. И в итоге это попадает в наши базки, где наши мониторинги наблюдают за какими-то аномальными скачками, например, или падениями показов, или скачками ошибок. В общем, различные аномалии у нас под наблюдениями. В итоге из двух этих источников, а именно служба поддержки и мониторинги, какие-то проблемы поступают в команде нашего SDK, которые проводят уже диагностику и в большинстве случаев приходят с каким-то решением к нашему партнеру, с каким-то набором шагов, что ему нужно сделать, чтобы проблема исправилась. Ну или если это проблема в нашем SDK, то мы исправляем недочет в нашем SDK. Далее Станислав расскажет еще и о том, как наиболее эффективно показывать рекламу в вашем приложении. В случае, если вы решили добавить рекламное объявление в ваше приложение, первым делом вам необходимо тщательно продумать, где и как эти объявления должны располагаться, определить тип или комбинацию типов объявлений, наилучшим образом подходящих для вашего приложения. В случае, если это баннерная реклама, необходимо помнить, что баннеры не должны перекрывать основной контент приложения, затрудняя каким-либо образом работу пользователя с вашим приложением. Также не стоит показывать баннеры слишком навязчиво. Это может вызвать такое состояние, как баннерная слепота, состояние, когда пользователь осознанно или неосознанно игнорирует рекламное объявление. Нельзя показывать баннеры и вообще подкладывать рекламное объявление под пальцы. Это негативно скажется на стоимости объявления и увеличит отток пользователя из вашего приложения. Чтобы избежать пустых рекламных мест, мы рекомендуем предзагружать рекламное объявление. Но нужно помнить, что рекламное объявление должно быть максимально актуальным, поэтому не надо предзагружать слишком много объявлений. Загружайте их только необходимое количество. Если во время загрузки рекламного объявления у вас произошла какая-нибудь ошибка, не стоит сразу же пытаться загрузить объявление снова. Дождитесь повторного показа экрана или повторите загрузку объявления через определенный промежуток времени. Если вы решили добавить полноэкранное объявление в ваше приложение, необходимо помнить, что несмотря на то, что данный формат является самым дорогим, добавлять его слишком часто и показывать его слишком часто не стоит. Это может негативно сказаться на отношении пользователя к вашему приложению, поскольку полноэкранное объявление оно закрывает полностью контент приложения, то, зачем пользователь к вам пришел. Не стоит также показывать полноэкранное объявление при старте приложения. Показывайте полноэкранное объявление во время естественных пауз, таких как переход между уровнями игры или после понятных пользователю действий, таких как клик или свайп. Нативная реклама, основным ее преимуществом является возможность органично смотреться в дизайне приложения. Вы используете те же цвета, размеры шрифтов, формы объектов, которые используете для основного контента. Но в то же время необходимо помнить, что рекламный блок должен явно отличаться от остального контента. Это позволит минимизировать количество случайных кликов, которые негативно влияют на стоимость перехода. Добиться этого можно путем, например, выделения рекламного блока отдельным цветом, сохраняя общий дизайн приложения. Также по опыту приложений Яндекс и опыту приложений Яндекс.Партнеров можно с уверенностью говорить, что нативная реклама с большими картинками на такую рекламу лучше кликают. Учитывайте это при разработке своего рекламного блока в нативной рекламе. Хочется еще раз напомнить, что нативная реклама имеет как обязательные, так и опциональные элементы. Крайне важно отобразить все обязательные элементы нативного объявления. Иначе показ объявления будет отображен, но показ не будет засчитан. Также обязательные элементы должны отображаться полностью. Недопустимо изменять содержимое объявления. нативная реклама очень органично встраивается в рекламные ленты, но нужно помнить про баланс. Не нужно устанавливать рекламные блоки слишком часто. Идеальное место и время показа объявления рекомендуется определять обе-тестированием. По опыту приложения Яндекс мы можем сказать, что тестируя и оптимизируя работу с рекламой, можно увеличить доход от нее на 50-100%. Также хочется порекомендовать для каждого рекламного места создавать отдельный рекламный блок. Ну и еще хочется вам напомнить, что интеграция рекламы это часть кода вашего приложения, который так же, как и код приложения, требует тестирования. Тестируйте интеграцию рекламы при каждом обновлении нашего SDK. Ну и в завершение хочется сообщить, что мы еще раз напомните, что мы предоставили для вас большое количество демонстрационных рекламных блоков и большое количество демонстрационных приложений. Используйте их и повышайте прибыль. В заключении хочется еще раз пройтись по шагам, которые необходимо выполнить, если вы решили добавить в ваше приложение рекламное объявление. В первую очередь необходимо тщательно продумать, где и как оно должно выглядеть, определить тип или комбинацию типов объявления, наилучшим образом подходящие под ваше приложение, после чего произвести ее интеграцию, следуя нашим советам и описанию в документации. А когда все это будет работать и приносить вам прибыль, задумайтесь над эффективностью рекламных объявлений и используйте наши советы и рекомендации. А мы постараемся всевозможным способом вам помогать в этом. Спасибо за внимание. Аплодисменты. Аплодисменты. Продолжение следует...